Девушки отдыхают Время пролетело очень быстро Мы уверены, что у вас ситуация аналогична И если вы уже собираетесь на работу Не печальтесь Наша программа вас подбодрит Ну а если вы только ждете отпуска То проведите его так Чтоб запомнилось Вместе с вами солнечные и немного загорелые зайчики Елизавета Терещенко и Денис Кириллов Знаешь, вот такой волнительный момент Вот давно не говорил это Ну давай вместе Просыпайся, республика! Летом можно искупаться в каком-нибудь водоеме Стать обладателем роскошного загара Или, например, сходить на пенную вечериночку Ага, или разгрузиться А тебе, Лизонька, довелось что-то разгружать? Может быть какой-то вагон? Ну не вагон, конечно, еще пока Я разгружала себя Устраивала себе облегченные овощные дни Знаешь, у меня рубрика такая Зараза вкусная Вот постоянно какие-то килограммы липнуты Ну да, от них никуда не денешься Они всегда рядом И что, ты до сих пор разгружаешься? Нет, пицца с сыром Что? Пицца с сыром И, конечно, рубрика «Будет вкусно» Ну что ж, привет килограммы, как ваше ничего Лиза так по вам соскучилась Друзья, только что вы увидели Как раскатывает наш повар тесто для вкуснейшей пиццы Которую прямо сейчас мы приготовим вместе с нашим суперповаром Сергеем Вам еще никто не пел по утрам, Сергей, только я Доброе утро Доброе утро Корж вот у нас Да, уже как бы заранее я все это приготовил Тесто из чего? Тесто у нас Мука, водичка, соль, оливковое масло Все просто Белиссимо, по-итальянски Как и надо Пицца у нас будет 4 сыра Потому что кроме сыра я ничего не вижу Правда? Правда Ура! Это я, Сергей, заказала так Ну что ж, приступим И он выполняет Так, расскажите мне про эту пиццу, Сергей 4 сыра Какие в нее входят... Ну, какие сыры представлены? Что это вы делаете? Сливки наливаем А, сливки, да Какие у нас представлены виды сыра? Моцарелла Моцарелла Зарита Дорблю Где он? Вот Дорблю В общем, сыры могут быть разные Даже дома что-то у нас мы в холодильнике пришли, нашли, захотели быстро покушать Что делать? Пармезан Быстренько сделали тесто Тесто займет буквально немного его сделать По времени 10 минут Замесить Ну, еще немножко, чтобы он постоял Ну, еще надо, чтобы изменить и Дорблю оказался в холодильнике Ну, только что-то, что сегодня проблема Он продается везде Он продается везде Бывает так, что... Вот Дорблю Радомер Камамбер И пармезанчик Все так просто Ну, и моцарелла Как бы без нее вообще никуда Все очень просто Все просто Так, тик-так Все, далеко не уходим Печь Ну, сейчас вернемся Отбивочка Друзья, наша съемочная группа стояла у печки, как завороженная Просто, когда сыр вот так вот волнами, волнами, волнами течется Это... Ты находишься словно под гипнозом Это действительно гипнотический эффект А какой аромат! Жаль, не передает наша камера этого безумно сырного букета аромата Сергей, скажите пару слов, я вам могу сказать Ну, что ж... Вот, в принципе, наша пицца готова Нам осталось ее разрезать, позавтракать Можик берите И побежать на работу Дорогие друзья, пусть нахождение на кухне доставляет вам только море удовольствия Не бойтесь фантазировать и рисуйте Но не забывайте о том, что пища должна быть здоровой Берегите себя Что ж, я вам желаю приятного аппетита И до новых встреч До новых вкусных встреч Пока Все, у нас уже остыло, можно начинать? Нет Ни для кого не секрет, что мы с Лизой не великаны, не двухметрового роста Да, и Гулливера мы не знаем Не знаем Гулливера и стоим мы на подставочках Да, мы раскрыли секрет Да Но мы нашли для себя альтернативу и замечательный вид спорта Который придает даже, знаете, уверенности Легкости в движениях И что это за вид спорта, Денис? Это вид спорта под названием батут Не знаю, правильно ли я говорю, но вроде батутный вид спорта Да, то есть очень удобно прыгать на батуте Подпрыгиваешь, видишь всю обстановку Ты в курсе дела Балочка, балка Все видно Обзор Да Подпрыгнул, о, двойка едет, сейчас денег приготовлю Главное, когда прыгаешь обратно, не свернуть себе шею Ну и все нюансы и тонкости батутного спорта Мы сейчас узнаем в нашем следующем сюжете Передние боковые вращения, различные комбинации прыжков Батутный спорт привлекает многих, но не каждому под силу выполнять такие трюки Этот спорт стал развиваться в Приднестровье совсем недавно И после года тренировок начинающие спортсмены достигли хороших результатов Все дети у меня уже прыгают примерно на уровне первого юношеского разряда То есть уже начали мы прыгать сальтовую комбинацию Это начало, скажем, прыжков на батуте То есть элементы более простые мы прошли А сейчас уже начинаются более сложные комбинации То есть мы стараемся работать на сложность Мы где-то в начале пути, одну треть пути мы прошли Результат подотворных тренировок некоторые юные спортсмены подтвердили на соревнованиях Я занимаюсь батутом уже год и принимала участие в Неспаренах И заняла третье место Я иногда устаю, потому что бывают сложные тренировки Но мне это все равно продолжает нравиться Заниматься батутным спортом можно с шести лет Но все же для начала необходима хорошая физическая подготовка Где-то около 300 килограмм примерно идет нагрузка на ноги Поэтому связки должны быть очень хорошо закачаны Ноги Да вообще все группы мышц Тут работают все группы мышц В индивидуальных прыжках спортсмен демонстрирует несколько элементов Элементы отличаются и к тому же выполнить их необходимо без остановок Иногда ребята после тренировок сами придумывают комбинации прыжков После того, как мы отработали комбинации, я иногда даю возможность поиграть Скажем, игра, это тоже очень полезно в том плане, что когда они играют, они добавляют Один прыгнул один элемент, второй добавил второй элемент, третий третий И вот так собирается комбинация В списках Олимпийских игр индивидуальные прыжки на батутах появились только в 2000 году Совсем недавно такой вид спорта зародился и у нас в Приднестровье Батут к тому же хороший помощник подтачивания акробатических упражнений Это необходимый инвентарь Дети учатся нам делать необходимые сальтовые упражнения, винтовые упражнения Которые в дальнейшем необходимы для нашего вида спорта Плюс он хорошо развивает координацию То есть дети могут чувствовать себя в полете, что необходимо опять же для нашего вида спорта Плюс он развивает смелость, все-таки активность Этот вид спорта позволяет спортсменам не просто быть в хорошей физической форме Он доставляет массу удовольствия и хорошего настроения на каждой тренировке Бывает такое случается Выходишь из дома и тут на тебя бац Да что бац, как бабахнет И сваливается на тебя из ниоткуда тяжеленная Просто неподъемная новость Потом так тяжело на душе, вот что ты будешь делать? Ходишь потом такой озадаченный весь день, угрюмый и отовсюду ждешь подвоха Но мы, друзья, исправляем эту ситуацию Ловите легкие новости Ну просто воздушные Как пушинка Как пористый шоколад В полку кошачьих несмеян прибыло До поры до времени самой известной из них была сердитая Грампи Но Инстаграм последнее время очаровала и собрала уже 65 тысяч подписчиков Новая звезда из Пекина На этот раз ей стала кошка Луху, получившая прозвище Пессимист Из-за особого выражения морды Такой печальной киску сделала встреча с настоящей пумой Которая пробралась во двор к хозяйке скотиш-страйта Дикая хищница не тронула Луху, но изрядно напугала домашнего питомца Навсегда подарив ему такой пессимистичный вид Американские ученые сделали заявление Согласно их исследованию Люди, в чьей крови есть хоть небольшая доза алкоголя Становятся более привлекательными для комаров Чтобы кровопийца обратила на вас внимание Достаточно выпить одну банку пива И хотя ученые не могут объяснить Каким образом и почему самок комаров Привлекает этанол Это основной компонент алкоголя Подтверждают, что употребление даже 0,35 литра пива Делает человека наиболее привлекательной добычей Мотоцикл австралийского гонщика Теперь покоряет не только трассы Но и гигантские волны На его мощный байк инженеры установили Шину и лыжи с особым рельефом протектора Бешеный Уилл, как зовут его друзья Тренировался на спокойной воде И лишь затем решился на это отчаянное кросс-приключение Однако из воды австралийский мотогонщик Вышел невредимым Вместе со своим железным конем На востоке Франции Прошел необычайно красивый флеш-моб Рекордное количество воздушных шаров А именно 391 Одновременно поднялись в небо Смелыми воздухоплавателями Оказались участники из 40 стран мира Все они отличились большой смелостью Поскольку ветер в этом регионе Очень непредсказуем Да и одновременный взлет сотен шаров Расположенных на таком близком расстоянии Мог бы закончиться плачевно Однако все обошлось Друзья, ну согласитесь Погода не перестает быть непредсказуемой Удивительной Удивительной просто У нас то жара такая, что нигде нельзя спрятаться То ливень три дня идет И все мокрые Вот что будет в августе? Вот интересно Об этом нам расскажет наш сегодняшний гость Заместитель директора государственной службы Республиканский гидрометцентр Виталий Витальевич Кальвенко Доброе вам утро Доброе утро, Виталий Витальевич Доброе утро Ну что ж, развейте все наши сомнения Для нашего преднестровского замечательного края И ливень, и жара Это для лета вполне нормальное явление Это все в радость Но не всегда Вот то, что мы наблюдали в конце прошлой недели В пятницу Довольно-таки интересно получилось Потому как Через территорию Приднестровья проходил холодный фронт И местами он дал осадки даже сильные По югу республики В то время, как в Каменке всего там 2 миллиметра выпало А у нас сколько? А у нас 25 за 3 часа То есть была большая интенсивность осадков Я как раз попала под эту интенсивность Да, было очень холодно Сам я наблюдал И стоит обратить такое небольшое внимание Потому что мне было очень любопытно С точки зрения специалиста Посмотреть на все эти ужасы, которые творились Да, машины по приборам доехали Совершенно верно Но я заметил одну вещь Что наша ливневая система не справляется с своей работой И поэтому даже когда выпадает такое количество осадков Меня даже приглашали жители показать, как у них залиты огороды Но я в ужасе немножко в другом Что 25 миллиметров это еще далеко не те рекорды, которые у нас здесь были Рекорд у нас вообще принадлежит В 1994 году В Белочах за сутки выпало 128 миллиметров осадков То есть это что было еще плюс 100? Какие-то тропические... 128 миллиметров Я к тому говорю, что в Тирасполь, если взять, то тоже не рекорд Потому что в 1939 году, 8 октября, выпало 81 миллиметров осадков за сутки Это наш рекорд А у нас только 25 было Хотя уже и этого было вполне достаточно для того, чтобы сделать предварительные выводы Виталий Витальевич, спасибо вам за исторические справки Расскажите, в августе нас что ожидает? А может быть даже есть какие-то сфотки по будущей осени? Конечно, у нас погода повторяется А вот когда осень начинается, это еще вопрос довольно интересный Вот сентябрь Октябрь или ноябрь? Сентябрь у нас еще по климатическому режиму летний месяц почти весь А что касается в начале этого наступившего последнего месяца лета Вот как всех интересует, будет сейчас сильная жара? Жара будет Пусть и не такая сейчас на этой неделе сильная, как была до 38 градусов У нас выше 38 не было Но тем не менее до 34 мы спокойно на этой неделе доживем И вы обратите внимание, что после этого ливня у нас И даже вчера, когда я по городу ушел, уже даже была пыль То есть несмотря на то, что вроде как много осадка выпало Но тем не менее Высыпалось мгновенно А дело в том, что большие осадки Это еще и проблема в том, что не пропитывается почва То есть они просто сливаются И вот эти, с одной стороны, спасительная влага Она обернулась даже трагедией в некоторых местах А осень будет, скорее всего, ожидать нас теплая, да? Ну, вообще-то, у нас осень всегда теплая почти За исключением нескольких дней Мы просто не заметили, мы здесь живем, в этой студии, понимаете? Вы же простите Кто зайдет, тот расскажет, что там происходит Да, мы поэтому вот разные гости сюда и приглашаем Чтобы знать, что в мире делать Значит, за последний месяц, за август, можно так сказать Что первая половина будет по-летнему теплой и жаркой И осадков будет меньше климатической нормы Это однозначно А во второй половине в конце месяца Уже будет небольшое похолодание После чего температура воздуха опять подрастет Но опять таких уже рекордов Какие мы до 35 и выше Уже таких не будет И еще интересное наблюдение У нас очень часто та погода, которая наблюдается в июле месяце Она имеет тенденцию к повторению в августе То есть есть все большие шансы Что вот эти первая половина месяца Тоже будут довольно высокие температуры То есть 34 мы уже обещаем Но это еще не исключается Что в отдельные дни будет и выше Виталий Витальевич, мы знаем, что у вас было какое-то исследование По распределению температуры воздуха Точного числа 6 июня, я вижу, 2014 года Да, сейчас мы все объясним Дело в том, что поле температуры Очень равномерно по сравнению с выпадением осадков То есть поле осадков крайне неравномерно И можно наблюдать в Террасполе Где-то на балке сильный ливень выпадает В то время как в центре светит солнце По режиму температуры у нас как бы более-менее равномерность Ну вот было приведено исследование О том, как сканирование со спутника Эти данные впервые Таких работ нету ни в Молдове, ни в Приднестрове То есть как распределилась температура в полдень Где красная, значит там жарче всего Где красная, там 30-31 градус А где темно-синий, там 15 градусов То есть, пожалуйста, больше чем на 15 градусов У нас идет разница температуры На 15 градусов больше на всей территории Приднестровья И еще заметьте о том, что у нас не четко с юга на север Прослеживается такая тенденция Оказывается, что на юге у нас должно быть жарче, чем на севере На самом деле это нет Это связано в первую очередь с рельефом И что посажено на полях То есть поля, которые в Григориопольском районе были на 6 июня 2014 года под паром Они, конечно, дали высокую температуру Они быстрее прогрелись Плюс еще и возвышенность В то время как низинные, болотистые участки лесные Да, в районе, вот Каменский район хорошо виден с синим цветом Там, конечно, показалось попрохладнее Очень интересные у вас исследования Спасибо вам большое Исследования, надо сказать, благодаря нашему НИИ экологии и природных ресурсов И особенно хочется поблагодарить Александра Мунтиана Это он, собственно, обработал данные спутника И благодаря ему Спасибо, ждем новых данных, так сказать, да? Спасибо большое И вам тоже все самого наилучшего И хорошей погоды Спасибо вам большое Погода, конечно, хочется хорошей И можете пожелать что-нибудь Ну, вот нам вы пожелали уже хорошей погоды И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на сегодняшний день А телезрителям всегда надо пожелать одного Мира, спокойствия, благополучия И чтобы ясно было в семейной погоде То есть, чтобы семейная ваша погода В личных отношениях было все ясно И не было пасмурно Спасибо большое Да, мы вас благодарим И дарим вам, конечно же, наш традиционный подарок От нашей фирмы Наших друзей компании Тианда Молодец, Денис Да, вот такой вам подарок Самые добрые пожелания от нас, Денисом Хорошего дня Хорошего дня И вам хорошего дня Спасибо Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, дополнит прогноз наш коллега И ваш коллега Товарищ Метеогид Будем надеяться, что, по прогнозу, приятная солнечная погода Смотрим Смотрим Еще один летний месяц в рабочем строю Август оказался, как и его братья по сезону Довольно теплым, но не беспощадно знойным, как, например, июль В кузнице тепла передают синоптики Мощностей производства убавилось Из чего ясно, дневная температура на этой рабочей неделе заметно понизится Воздействие антициклона будет упорно сдерживать все поползновения дождей Что обеспечит нам сухую с переменной облачностью погоду Итак, сегодня днем воздух прогреется до 30-33 градусов Ветер на протяжении всех будничных дней, включая этот, будет придерживаться северо-восточного направления и дуть с силой 6-9 метров в секунду Ночная температура в среду, как и дневная, на градус выше, чем накануне Итак, после полуночи 17-20 к полудню воздух прогреется до 31-34 градусов В четверг аналогичный прогноз и только в пятницу, на градус меньше Наша кожа нуждается в постоянной заботе С косметической линией средств от компании Тиандэ уход за телом будет приносить не только пользу, но и максимум удовольствия Серия Model Up – экспресс-вариант борьбы с целлюлитом Вы сможете оценить результаты уже через пару недель Телефоны для справок Три семерки 16 842 779 74 733 Ждем вас по адресу Город Террасполь, бизнес-центр Победа, первый этаж Прогноз погоды вы уже узнали Ну а сейчас наступило время узнать, что же вас ожидает сегодня на работе, на учебе, в маршрутке, в очереди В общем, везде, где бы вы ни оказались Наша постоянная минутка предсказаний Гороскоп? Смотрим Овен Сегодня за что бы вы ни взялись, все обречено на успех Ловите удачу за хвост, ведь такой шанс выпадает далеко не каждому Но не забывайте, что лучше всего действовать осмотрительно Ближе к вечеру у вас останутся силы даже для развлечений Телец Скорее всего, вы останетесь недовольны результатами сегодняшней деятельности Однако стоит присмотреться Возможно, они не такие уж плохие Вам придется контролировать семейные расходы Возможно, непредвиденные затраты Близнецы Вероятны перемены в сфере делового партнерства Которые принесут стабильность и финансовое благополучие Не исключена победа близнецов в открытой борьбе с конкурентами А если вы еще не отдыхали, отправляйтесь на курорт День пройдет до рака под девизом разбора полетов Ничего не поделаешь Для того, чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия Звезды гороскопа говорят, что у рака сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам И разглядеть возможные ошибки В любых делах льву просто необходимо избавиться от стереотипов День предоставит ему хорошие возможности Но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи Дева Вам может показаться, что жизненных сил не хватает, чтобы решить все сегодняшние проблемы Найдите время для отдыха Обстоятельства этого дня благоприятны для занятий, связанных с финансовыми делами Весы День окажется трудным для профессиональной деятельности Прежде всего, из-за ненужных споров и пустых разговоров Принимайте компромиссные решения Тогда у вас в будущем появится хороший шанс для развития как в бизнесе, так и в личной жизни Скорпион День располагает для романтических приключений Возможны встречи со старыми знакомыми Близкие люди будут открыты и расположены к вам Так что вы станете чувствовать себя намного лучше А настроение будет на самой высокой отметке Стрелец Вам очень повезло Сегодня все будет получаться легко и без усилий Хотя начало дня окажется довольно хлопотным Но все это будет иметь положительный характер Например, вам удастся поправить свое финансовое положение Козирог В делах профессионального характера потребуется нестандартный подход и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятельства Если вы чувствуете, что можете свернуть горы, то ваш энтузиазм послужит примером для окружающих Водолей В личной жизни все сложится в положительном ключе Окружающие будут попадать под ваши обаяния Их привлечет ваша открытость и возможность получить заряд положительных эмоций Оптимизм и позитивный взгляд на мир помогут и в родственных отношениях Рыбы Будьте готовы к значительным переменам в профессиональной деятельности В этот день вполне вероятно как освобождение от должности, так и получение перспективного предложения Однако в дальнейшем вы поймете, что все это было вам на пользу Элиза, да ты просто хозяйка, дай к тебе погляжу Вот так начался вот этот вот мой любимый Денис Сарказизм Что я уже сделала? Ну, ты мне кажется недавно работала на огороде, там собирала огурцы, кукурузу Нет у меня никакой кукурузы дома, с чего ты взял? Ну просто твой преднестровский загар говорит мне именно об этом Даже не то, что говорит, а просто говорит, кричит Нет, Деня, не угадал, да? Загар кричит, но я не жалею, ведь получен он был на самом настоящем, супер-мега-классном автокроссе Плавились, да, плавились шины и плавились сердца болельщиков, это было что-то Ну, тебе что ли повезло? Да, это было самое экстремальное воскресенье, я, конечно, привезлась уже И загар, да? Да, и загар Вот такой вот Дорогие телезрители, сзади меня! Сегодня ревут самые настоящие моторы Мы находимся на оглушительном автокроссе Здесь не только жарко, но еще и очень быстро Автокросс это праздник для тысяч поклонников автоспорта и ответственное мероприятие для самих горщиков В Приднестровье приехали гости из Украины, Румынии и Молдовы 35 спортивных автомобилей встречала трасса европейского стандарта длиной в 1300 метров в селе Коротное Ее проектировал Виарел Чебан, уроженец села, мастер спорта и хаворит гонок За впечатлениями экстримом сюда приехали тысячи людей Мы организовали это шоу для народа, скажем так, для жителей Приднестровья У такого автокросса, естественно, должны быть серьезные спонсоры Кто же эти люди? Я вам скажу честно, есть спонсоры и большие, и маленькие И, соответственно, наша компания официальный дилер марки Дачи в Приднестровье Этот автомобиль производится в Румынии На данный момент самый продаваемый автомобиль Европы И мы решили привезти этот автомобиль в Приднестровье Для того, чтобы сделать для людей Приднестровья доступность к дешевому и очень качественному автотранспорту марки Дачи Смело гоняли по трассе автомобили нескольких классов Моторы рычали у маневренных багов, у гоночных машин класса 8, 12 и класса национал Каждый из гонщиков соревновался в трех заездах на лучшее время и скорость Сергей, тут ходит слушок, что вы легенда скорости Легенда крепкого мотора и вообще супер-мега-гонщик и фаворит сегодняшних соревнований Какие ощущения перед гонкой? Нормальные, спокойные ощущения Хорошая трасса, хорошая организация А как вы считаете, вот почему вы фаворит? Ну, наверное, потому что выигрывал 10 раз чемпионат Республики Молдова Мои аплодисменты Наверное, поэтому считают фаворитом Сколько лошадей? 210 Сколько? 210 Эта машина ниже, чем я За день до соревнований участники прошли квалификацию и техническую проверку своих автомобилей и опробовали трассу Некоторые гонщики даже прошли по ней пешком, чтобы основательно запомнить все повороты и выработать тактику Ну, есть такая фраза у автогонщиков Гонка выигрывается в гараже Ага Чем больше ты уделил внимание машине в гараже, чем правильнее ты подготовил, тем удачнее ты выступил А вы сами как готовитесь? Может у вас есть какая-нибудь песня, которая поднимает вам дух? Ну, песни коронной нету, но перед сном я однозначно ложусь и я еду по трассе Ага Так и засыпаю То есть вы читаете ее, да? То есть чтобы пройти этот маршрут, все повороты Все повороты, даже представляю себе борьбу с возможными гонщиками Здесь, как и в хоккей, гоняют настоящие мужчины Спорт опасен и непредсказуем Никогда не знаешь, на каком повороте тебя занесет Остается доверять своей команде и автомобилю Какая специфика багов? Почему вы выбрали именно такую модель? Ну, как бы мне интереснее, чем в кузове, мне кажется Да? То есть здесь больше экстрима? Больше адреналина Здесь машины европейские, нам до них еще далеко Мы с жигулевским двигателем попробуем дать результат С жигулевским двигателем? Я за вас болею И действительно, наши катались очень хорошо Приднестровские гонщики показали достойный результат Трассу лихо преодолевали команды из Дубасар, Биндер и другие любители скорости Ни палящее солнце, ни столбы пыли ничего не пугало болельщиков Заставили ахнуть толпу гонщики, машины которых теряли на полном ходу шины Переворачивались, ломались и даже воспламенялись Скорее всего, упал топливный шланг, потому что сразу был хлопок Пошел запах бензина очень сильный Я думал затянуть до круга, до финиша, потому что это оставалось буквально 200 метров последнего круга И не получилось, загорелась машина Все, поэтому надо было выходить и тушить ее С моей спиной на старте 9 самых безбашенных водителей В их число входят кандидаты и мастера спорта Под капотом этих водителей просто сумасшествие, что творится Это 12 класс! Ну что ж, старт! Только представьте, полноприводный автомобиль с объемом двигателя больше 2 литров Несется со скоростью около 100 км в час по трассе При этом гонщики успевают совершать невообразимые маневры на поворотах, обгоняя друг друга Зрелище, скажу я вам, ого-го! И это не предел Планы на будущее у нас грандиозные Мы хотим сначала выступать в украинском чемпионате И потом постепенно-постепенно двигаться в страны ближнего зарубежья и Европу Под аплодисменты за главным призом вышел мастер спорта-автогонщик из Днепропетровска Сергей Черный Вместе с командой Но, как показал автокросс, кроме прочего, в этом деле важна удача Даже фаворита гонок может подвести поломка автомобиля И, ко всеобщему удивлению, новичок с последней стартовой полосы вырвется вперед С наступлением лета у детей наступают каникулы Они все чаще сидят дома И у родителей возникает такая вот потребность отдать ребенка в лагерь Чтобы он там хорошо провел время, познакомился со сверстниками, погулял, наелся И, так сказать, провел каникулы хорошо Что же у нас творится в лагерях этим летом? Мы сейчас узнаем Ну, про один конкретно лагерь будем говорить Про один Но все же у нас в гостях тренер по волейболу в лагере «Юность» Кристина Андреевна Машталер Доброе вам утро Доброе утро, Кристина Андреевна С этим у вас чудесным утром и с тем, что вы к нам пришли в гости, мы вас поздравляем Спасибо И можете нам рассказать, как вот проходит сейчас смена, сколько еще осталось времени И много ли деток у вас сейчас там отдыхает? Вообще, сколько смен проводит лагерь? На данный момент протекает третья смена, их всего три в лагере «Юность» То есть последняя все, финальная Заключительная, да, третья смена Отдыхают у нас 260, более 250 детей Из них большая часть спортсмены города Бендеры Баскетболисты, волейболисты, борцы, легкоатлеты, гимнасты Ну и просто детки, да? И есть, да, есть первые три отряда, которые просто отдыхающие дети Которые также для них проводятся старшие воспитатели культурно-массовые мероприятия Физрук лагеря проводит спортивные мероприятия Дети постоянно заняты, постоянно чем-то увлечены Оздоравливаются, укрепляются И сколько дней проходит это увлечение? 15 дней проходит смена Раньше было 18 21 давно 21 21, потом 18 21 день, как он быстро пролетел Да А вот детки вообще, ну, примерно, какой вот у них досуг? То есть есть какие-то, помимо спортивно-оздоровительных мероприятий Может какие-то круглые столы проводятся? Ну, дискотеки, естественно Дискотеки, естественно, да Ну, в каждом отряде воспитатели проводят, например, если в лагере проходит мисс юность Много девочек, естественно, хотят участвовать Да И воспитатели сперва отдельно в отряде проводят конкурсы, как скажем так, отборочные И потом участвуют Выбирают жертву, да? Я просто участвовала в мисс юности, я знаю, что это такое Это выбор, да Кто-то жилая, да, кто-то... Какого-то надо из-под палки Алло, мама, привези реквизит И кукурузу А сколько педагогов-воспитателей в лагере и тренеров? Ну, вот... На 300-то детей Первая, вторая смена Девять у нас было отрядов На каждый по два То есть для отдыхающих два воспитателя, мальчики и девочки отдельно в домиках И на тренерские, на спортивные отряды тренер и воспитатель Потому что тренера заезжают со спортсменами 20, 25, детей 30 И для этого, естественно, воспитатель нужен А вожатые откуда? Ну, просто, как я вот вспоминаю, то есть с университета на лето К нам приезжали, да Практиканты идут Есть, конечно же, как сказать, сплученный коллектив Есть работники, которые работают не один год А есть, конечно, спедучилища студенты, которые приходят и для практики, и просто поработать Есть, которые уже выпускаются и работают А вот смена закончилась, это я так сейчас, немножко лирическое отступление Ты можешь даже песню спеть свою любимую Вот закончилась смена, то есть, а вот после лагерной смены случаются какие-то встречи, которые, может быть, даже посещают вожатые? Я помню, что действительно там прям такая у нас дружба была и отряда Ну, я думаю, что если, да, воспитатель сплотил так коллектив, я думаю, что они встречаются Потому что, ну, есть отряды, которые вот даже сейчас в социальной сети, да, есть, которые уже переписываются во время Первая любовь Да, первая любовь и так далее То есть, я думаю, что все-таки есть такие еще встречи Дай бог, чтобы они были, потому что сидеть у компьютера не так уж интересно, чем пойти с друзьями и вспомнить то, что было Ну, а рисуются еще плакаты у отряда? Свои названия Открытие лагеря Обязательно у каждого отряда есть свой плакат, который за пару дней до этого рисуется, оформляется с девизом, с речевкой, с названием и так далее А какой был вот на вашей памяти самый яркий, может быть, какое-то название, яркий девиз? Ну, у нас волейболисты У нас волейболисты, да, подал, забил и победил Ой, прекрасный девиз, мне кажется, его нужно у вас не приобрести Подал, забил и победил Слушайте, ну, гениально Как волейболисты Подал, забил и победил Ну, а, кстати, действительно, дети отвлекаются от новомодных гаджетов, либо все-таки тоже сидят, глаза портят К сожалению, да, есть такое замечаемое за детьми, что они все-таки, интернет для них... Ну, тогда тихие часы проходят действительно тихо Да, есть многие, которые на дискотеку не идут Угу, даже так Угу, сидят у планшетов Ну, просто нет у них песен 90-х, наверное, если бы мы там включили в жизнь Нет, моя, я по тебе, да Бывает и такое Ставятся в отрядах почтовые ящики, где можно там анонимно принести, там, Катя с четвертой палатой День себе такой один ящик поставил Не практиковали мы такое Не практиковали? Дети приходят, Катя, ты мне нравишься, если идем на дискотеку Может быть, да, мы возьмем себе на заметку Я лучший планшета Да А что-то вот... Меня еще интересует... В реке дети купались в Днестре? Обязательно, конечно У нас лагерь находится на берегу Днестра Днестра, да Есть, работают в лагере плаврук и матрос-спасатель, которые организованно устраивают плавательные процедуры Есть спуск к воде, к сожалению, у нас нет пляжа на территории лагеря У нас просто спуск к воде Да, я помню Спускаешься, плывешь по течению, поднимаешься, перебегаешь, спускаешься, плывешь по течению Да, есть ограждено, да, специально для детей и плаврук, и матрос-спасатель А питание сколько раз в день? Пять раз Пять раз Дети, а взвешиваете? Полдники, второй ужин, все как полагается Второй ужин, полдник, да Дети, питание замечательное Виктория Николаевна у нас за питанием Спасибо нашим поварам, да Питание кормили на убой, вкусно, разнообразно В общем, даже я поправилась на 4 килограмма Мы никому в этом не скажем В общем, отдых на самом деле насыщенный И это, наверное, более хорошая альтернатива, чем ребенок сидит у тебя в квартире, либо там во дворе Абсолютно верно Родители, не бойтесь, отдавайте детей в лагерь И пусть вас не смущает это название, ведь лагерь называется юность Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли в гости И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на сегодняшний день Здоровья, так как мы оздоравливаемся, да, летом Успехов в новом учебном году И повышайте свои спортивные достижения Подал, забил и победил, да? Мы вам тоже дарим подарок У нас тут подарок Тиандэ Косметика, да? Спасибо Желаю вам всего доброго, хорошего дня Напоминаем, что офис наших друзей с компанией Тиандэ Находится в торговом центре Победа Возле парка Победа Спасибо большое, что к нам сегодня зашли в гости Будем ждать вас еще и хорошего вам дня Спасибо вам Передавайте детям привет Спасибо Для красоты кожи возраст не имеет значения Компания Тиандэ поможет вам в этом убедиться С косметическими средствами серии 20-30-40 Кожа будет безупречена всегда Экстракт алоэ способен удовлетворить потребности любого типа кожи Увлажняет, этонизирует, снимает раздражение Придает коже легкий матовый оттенок Телефон для справок Три семерки 16 842 779 74 733 Наш адрес Город Тирасполь Бизнес-центр Победа Первый этаж Ой, не, ну я не понимаю, Денис Ну вот как ты умудрился Прожив, Денечка, столько лет У моря Не научиться толком плавать Ну вот как? Это талант, Лиза Я знал, что, знаешь, вот в этой жизни я буду удивлять людей Слушай, может тебя как ребенка учить Поедем с тобой на Днестр Я буду тебя придерживать Вот, на носу прищепочка На глазах очки Ты такой фыркаешь и гребешь Очень смешно, Лиза Может еще на лодке переплыть на середину Днестра И спрыгнуть, и я сразу научусь плавать Да ладно, не ворчи И подумай про мое предложение Посмотри в сюжете, как это занимательно Вы уже в который раз ездите на море Или ходите в бассейн Но малыш все еще не может научиться плавать Давайте же вместе разберемся, как помочь ребенку не бояться воды И сделать так, чтобы у него были только положительные эмоции от плавания Мои советы для того, чтобы ребенок, скажем так, уже плыл в воде Допустим, родители, когда ездят с детьми на море или ходят в бассейн Ложите их на спинку, держите за головку Чтобы они спокойно, главное, расслаблено Могли лежать на спине, делать вдох, выдох Ну и затем произвольные движения ногами, чтобы они могли двигаться Многие родители делают ошибку Отпускают ребенка в воде с надеждой, что он сам поплывет Лучше так не делать, потому что вряд ли после такого ребенок вообще научится плавать Очень важно придерживать ребенка так, чтобы голова и все тело были на одном уровне Как только вы видите, что малыш более уверенно себя чувствует в воде Можно потихоньку отпускать его, но все еще придерживать голову Обычно, когда вот ребенку говоришь, подними подбородок Он вот его поднимает и тонет Соответственно, появляется страх, что я подниму голову и утону Держать голову до последнего, пока он ровненько не ляжет Потом потихонечку просто опускать голову, чтобы отдавать ему секунды 2-3 Чтобы он понимал, что он сам, что я его не держу И потом уже подольше можно Когда малыш научился чувствовать воду и свободно лежит на спине Можно переходить к другим тренировочным упражнениям Ребенок держится за бортики, делает плавные движения ногами вверх и вниз поочередно А позже малыш уже сам поплывет, вы только держите его за руки Очень важно и время пребывания в воде Но самое главное в возрасте 3-5 лет Это не передержать ребенка в воде То есть до 3 лет это 15 минут в воде 5 лет 20-25 Когда проходит время, они закаляются, они привыкают Уже можно постепенно увеличивать занятие до получаса Тренеры по плаванию говорят, что все дети индивидуальные Поэтому кто-то может научиться плавать за несколько дней, а кто-то за месяц Самое главное сделать так, чтобы ребенок не боялся воды Поэтому в самом начале, перед тем, как вы будете учить ребенка плавать Поиграйте в веселые игры в воде И еще один нюанс Очень важно научиться вдыхать и выдыхать Выдох это вообще самое главное То есть если ребенок, когда уже вырастет в 10-12 лет Если он не научился выдыхать воду, он не научится плавать Мы сначала на суше проводим вдох-выдох, вдох-выдох Чтобы они понимали, что вдох мы делаем в том Можем выдыхать и ртом, и носом Как вы сами видите, научить ребенка плавать не так уж и сложно Упражнения очень простые и всем нам известные Самое главное проявить терпение Делать все последовательно, и тогда все получится Появятся ли дополнительные краны с минералкой, кока-колой, квасом, соком и не только? Изобретут ли надувное море, которое можно вынести на задний двор, недолгая работа насоса и все, берег Мальдив ровно до быков? Когда телевизоры станут настолько умными, что будут двигаться, чтобы тебе было удобнее смотреть? И если нужно, то показывать из потолка И появятся ли генераторы подводок к сюжетам? Так как я не знаю, что еще можно придумать в этой рубрике Как вы уже, наверное, догадались, сейчас будет не спускающаясь с техники глаз Рубрика Техношествия! Давай, Саш, 3597 выпуск Бегом! Всем привет! Меня зовут Александр Зиненко Мы начинаем техношествия Единственную рубрику, от которой можно получить естественный загар, лежа перед телевизором Летом жара нещадно лишает нас любви к горячим напиткам, теплой одежде и маленьким маршруткам Но вот любви к обжигающим приправам ей у нас не отнять Любитель острых соусов, а заодно и изобретатель запустил краудфандинговую компанию По сбору средств на свой необычный гибрид соусника и ложки под названием U-Mate Чтобы приготовить ее к приему пищи, нужно наполнить небольшой резервуар Емкостью в 43 грамма, кетчупом или другой жидкой приправой Прикрепить на магнит прибора ложку или вилку И спускать задвижку каждый раз, как только вам захочется острых ощущений По окончании устройство легко моется в проточной воде и с помощью все того же магнита крепится на холодильник Стоит диковинный прибор U-Mate 15 условных единиц Если 29 июля от вашего компьютера повеяло чем-то свежим Значит вы ощутили на себе запуск новой операционной системы Windows 10 Ну или наконец прибрали в комнате Компания Microsoft отправила свою новую систему в самостоятельное плавание Как отмечают многие новоявленные пользователи Windows 10 Не просто стало очередным бездумным обновлением интерфейса С добавлением ненужных функций Отдельным сочетанием всего полезного из 7 и 8 версии системы С парочкой новых трюков Самым хваленым стало возвращение на рабочий стол меню пуск В несколько обновленном виде, которое при желании можно изменить в экран запуска Как Windows 8 В систему был встроен голосовой помощник Cortana, который работает в постоянном режиме Отвечает на ваши вопросы и вызывается фразой «Hey Cortana» Из системы за ненадобностью был удален медиа-центр И был добавлен новый внушающий доверие Browser Edge С возможностью добавления рукописных пометок Но старый интернет-эксплорер все же никуда не делся Благодаря функции Continuum система автоматически распознает, когда к планшету подключается клавиатура и мышь И легко меняет дизайн системы, чтобы соответствовать устройству ввода Также системные приложения больше не зависят от полноэкранного режима И могут работать, как и остальные программы в окошках с изменяемыми размерами Главной задумкой Microsoft при создании нового продукта была поддержка разными устройствами одной операционной системы О новой версии Windows можно говорить долго, но главное, что система сохранила системные требования своей предшественницы Windows 8 и при подписке всем владельцам 7 и 8 версий предоставляется в виде обновления бесплатно сроком на 1 год Если вы уже поспешили к компьютеру обновлять систему, то советуют предварительно проверить наличие совместимых с вашим устройством драйверов Так как система совсем еще молодая Если вы всегда мечтали спасти принцессу, заточенную в замке, но вас останавливал рот зубастыми... Нет, не ее родителями, а крокодилами То, друзья, ликуйте, потому что настал ваш звездный час Команда специалистов инженерного факультета из университета Хиросимы разработала транспортируемый мост Который после демонстрации на реке Конго окрестили самым быстрым, длинным, сильным и легковесным в своем роде Мобильный мост четвертой версии, разработанный по принципу оригами, не нуждается в дополнительных креплениях или поддержке строительного крана В экстренных случаях он может быть установлен за 5 минут В стандартном режиме для установки мосту потребуется час, чтобы вытянуться во всю свою 21-метровую длину Транспортировать мост можно при помощи грузовика Изобретатели считают, что он может стать незаменимым помощником при реконструкции старых мостов Таким вы увидели технашествия сегодня Верьте только в лучшее Кто-то сушит рыбу Кто-то сушит сушки Кто-то сушит зубы Кто-то сушит белье Кто-то сушит голову А кого-то просто сушит Ну а герой нашего следующего сюжета сушит фотографии на своей фотосушке Где, конечно же, побывал наш корреспондент Всем доброе утро! Мы сейчас на фотосушке Впервые выставка фотографии в таком необычном формате прошла в Санкт-Петербурге 4 года назад О том, как мероприятие попало к нам, поговорим с организаторами Если, конечно, разыщем их среди всех этих фотокарточек Мы захотели организовать, что это динамичное, открытое для всех Причем именно таким образом привлечь талантливых людей, талантливых фотографов В Тирасполе это уже третья фотосушка Правила проведения не изменились Участвовать может любой желающий Вне зависимости от стоимости фотоаппарата и профессионализма Фотограф может принести неограниченное количество своих работ И развесить их сушиться За каждую принесенную фотографию получаешь одну броньку Которая дает возможность забрать домой понравившуюся фотографию Я снимаю только на пленку И, соответственно, принесла фотографии, сделанные на пленку В основном из Рима Я была там в марте этого года И привезла массу впечатлений и массу фотографий Я пришел с фотографом А где можно посмотреть ваши фотографии? А вы их уже снимали Вот там, где заяц, я видела, вы снимали Это мои фотографии И вот целый ряд Все мое Ну вообще, мне нравится вообще это мероприятие Интересное, положительное Много интересных людей, хороших Вообще побольше и почаще таких мероприятий надо проводить Я рада, что у нас такое проводится Что есть возможность у фотографов И у тех, которые хотят посмотреть Что-то новое, что-то интересное В плане того, что мы видим Мы привыкли видеть фотографии Сейчас только в цифровом варианте А напечатанные практически не видим И здесь создана атмосфера замечательная И шанс увидеть что-то новое И что-то, что зацепит кого-то Каждая фотосушка имеет свой символ Сейчас у нас символ баночки Они у нас и висят вместе с огнями И на наших афишах тоже баночки Это и свет, это и открытость Для нас это очень важно Ну и это, конечно же, и лето Потому что для всех ассоциация Закатки То есть мы хотели совместить больше символов И их реализовать на нашей фотосушке Что станет символом в следующий раз Пока неизвестно Но организаторы и участники советуют всем Кто по какой-либо причине не пришел в этот раз Не стесняться выбрать интересные фотографии Своего архива И принести их на следующую фотосушку Они обещают, прищепа хватит на всех А вот он, тот самый волшебник из мультика Крокодил Гена с голубым вертолетом Это голубой самолет тебя Не смущает это? Нет, не смущает И меня еще не смущает, что он действительно Выглядит великолепно Он сделан руками прекрасных рукодельниц Из магазина авторского креатива И вот этот самолетик голубой достанется Кому Денисон достанется? Тому, кто правильно и, главное, быстрее всех Ответит на наш вопрос Внимание, вопрос В каком городе 4 года назад Впервые прошла фотосушка? Ответы присылайте к нам на почту Утро собака.пгтрк.ру И этот прекрасный, крылатый, винтатый самолетик Может отправиться именно в ваш чудесный дом Вот так вот Наш первый пост-отпускной эфир подошел к концу Время пролетело незаметно Но как же мы все-таки рады вернуться К нашему любимому занятию Будить вас, наши дорогие телезрители С вами были все еще солнечные зайчики утреннего эфира Денис Кириллов И Елизавета Терещенко Добрым утром, Республика Хорошего тебе дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова